И снова здравствуйте, дорогие наши телезрители! На сегодня суши будем снимать самую длинную лапшу по поводу ужасно страшных жиров. Современное человечество уже годы ведет непримиримую и истощающую войну с жирами. Под знамена этой эпической битвы мобилизованы спецы по питанию, инструкторы всяких спортцентров, производители пищевых добавок и продуктов питания. И, что самое главное, пластические хирурги и даже косметологи. Жиры объявлены самым смертельным врагом здорового образа жизни. Расходы на битву у главного нападающего на этом фронте, у Америки, выскочили в прошлом году аж почти на 40 миллиардов долларов. Блин, вот эти бы деньги-то на благие цели, но нет. Увы, статистика свидетельствует, что за последние 40 лет количество калорий, получаемых из жиров в среднем суточном рационе американцев снизилось с 45 до 37%. А число людей, страдающих избыточным весом и ожирением, возросло аж в два раза. Но бита продолжается. И для нас с вами замалчивается вся остальная правда. А она такова. Без участия животных жиров невозможно протекание большинства обменных процессов в организме. И смотрите, что мы имеем с жирами. Энергия. Огромная энергетическая составляющая жира дает нам энергии в 9 раз больше, чем любая другая пища. Защита. Все хрупкие органы в организме человека без жировой оболочки повреждаются намного легче. Теплоизоляция. Жир. Отличный теплоизолятор. Имея его запас в организме, мы меньше мерзнем. И дополнительный бонус. Без жиров кожа теряет эластичность и появляются ранние морщины. Оно вам надо? Ну, мозг не работает без жиров, так как он практически из них состоит. Нервные клетки также отказываются в таких условиях работать. Обезжиренные женщины не могут забеременеть, так как умный организм понимает, что двоих он не потянет. Дети не развиваются правильно без жиров, так как многие процессы плотно завязаны на этих самых жирах. Многие витамины не усваиваются в организме без участия жиров. Ну, взять, например, обезжиренный кефир и обезжиренный творог. Уже давно известный факт, кальций, который так необходим нашим косточкам и вообще для обменных процессов в нашем организме, он не усваивается. То есть просто мы получаем абсолютно пустой продукт, который не приносит ни пользы, ну, не знаю насчет вреда. И еще огромное количество неизлечимых сегодня заболеваний лечатся средствами на основе животных жиров. И после этого вы мне скажете, что быть тощей доской здоровее, чем симпатичной помпушкой. Так что будьте здоровы, снимайте лапшу с ушей, слушайте свой организм, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok